Наверное, когда-нибудь придумают твердый молочный шоколад. Послушать историю появления шоколада в Рязани сегодня удостоен не каждый. На интерактивной экскурсии только победитель регионального конкурса по изготовлению новогодних игрушек «Ушастый Новый год». Конкурс придуман в этом году. Это конкурс для младших школьников и дошкольников по изготовлению новогодних игрушек. В этом году он называется в соответствии с животным, который по восточному календарю – это год кролика. У нас называется конкурс «Ушастый Новый год». Вопреки ожиданиям, что состязание все же детское, победить было не так уж и просто. К конкурсной работе требования были жесткие. Во-первых, материал изготовления. Игрушки победителей украсят рязанские елки, поэтому никакой бумаги использовать было нельзя. Номинаций было несколько – новогодний шар, снежинка, ретро-игрушка, новогодняя гирлянда флажки. Самое же главное – новогодний персонаж. Им стал кролик – символ нового 2023 года. И несмотря на суровые требования, ребята активно включились в конкурс. Больше двух тысяч новогодних игрушек поступило почти из двухсот муниципальных образовательных учреждений. Это школы, учреждения дополнительного образования и детские сады. Последние, кстати, отправили на конкурс больше всего елочных украшений. В конкурсе приняло участие более 167 учреждений, различных городских образовательных учреждений. И ребята вместе с педагогами, со своими родителями делали игрушки, которые впоследствии украсят рязанские городские новогодние елки. Победителей наградили в музее рязанского шоколада. Притом не абы кто, а Дед Мороз со снегурочкой. Ребята получили дипломы победителей и приняли участие в сладком мастер-классе. И как главный сладкий приз – интерактивная экскурсия по музею рязанского шоколада. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».